Итак, продолжается недельная глава Ва-Е-Хи и завершился конфликт Иосифа с братьями, началась новая веха уже, вообще уходят братья с ареной исторической, начинается новый мир, но тем не менее надо подводить итоги. В первую очередь, о чем это было? О конфликте, который возник у Иосифа с братьями, который привел к тому, что дальше было так, как было. Очень часто бывает, что у нас с кем-то происходят конфликты, мы что в этом случае иногда раздражаемся, злимся, иногда обвиняем другого человека. Смотрите, если вы согласны, вдумайтесь, конфликты, негативные эмоции всегда приходят вместе, как рука об руку. Очень часто вообще люди, к сожалению, видят сначала плохое, а потом уже хорошее, да и то не всегда и не все. Хотя, кстати говоря, у человека обычно больше хорошего. Абсолютно у каждого бывают конфликты, даже если вам что-то скажет, что у меня их нету, значит он их просто уже не замечает. Так не бывает. Некоторые умеют мастерски быстро решать эти конфликты, у других, к сожалению, они длятся годами, и человек несет в себе это, не понимая, что он самоуничтожается, уничтожает свою душу, которая вот эта вечно неразрешенная вот эта какая-то конфликтная ситуация. В любом случае, написано, что конфликты нужно решать, потому что все неразрешенные конфликты переходят на внутренний уровень. Наши мысли вызывают огромное количество эмоций, на которых в итоге реагирует наше тело. Получается, что любая неприятная ситуация, которая вызывает у нас плохое настроение, вредит нашему здоровью. А зачем нам это нужно? Люди ищут, как вылечиться, а тут сутками сами себя уничтожают. Конфликты бывают положительные и отрицательные. Вообще, зачем нужен конфликт? У каждого человека есть свои интересы, свои желания, свои цели. И конфликт он вынимает их, можно сесть, разобраться. Поэтому предназначение конфликта определится в выборе. В любом случае, выбор нужен, потому что конфликт с другим человеком или внутренний конфликт. Вот я хочу туда и хочу туда, мне все равно придется выбор. И вот все это, если вместе обдумать, мы приходим к мнению очень интересного. Где начинается конфликт? Написано, все изучается историей. Какой конфликт был у Иосифа с братьями? Суть этого конфликта какая была? Суть была в том, что он пытался рассказать им о своих снах, о своем отношении на том уровне, на котором они еще не понимали. И очень часто у нас конфликты в жизни бывают, потому что мы говорим одно, а человек ведь слышит другое. Или наоборот, человек имел в виду одно, а мы что-то себе намыслили. Каждый человек абсолютно разный, мыслят разный, воспринимают по-разному. Все разное, поэтому прежде чем раздувать, особенно в себе этот конфликт, надо спокойно сесть и проанализировать его как-то спокойно. Вообще конфликт может быть крайне положительным, еще и устранять проблемы. Если он происходит такой спокойным, не задевающим никакой тони, да, и как бы вот просто методично разобрать. Вообще надо размышлять, прежде чем любой конфликт, надо сесть и спокойно поразмышлять без сердца. Не включая гнев, не дай бог, не включая сердца. Как только начинается, сразу надо проанализировать свои эмоции, чувства, рассмотреть ситуацию с разных сторон. Тогда конфликт не разрушает. Вообще обратите внимание на одно и то же время. Человек способен видеть чужие ошибки, чужие провинности и не замечать, что его самого эти же грехи сопровождают всю жизнь. Поэтому вот эта пословица, прежде чем пенять, да, написано, Болшемтов сказал уникальную вещь. Если мы видим какой-то недостаток в человеке, это обязательно присутствует в нас. Может быть нам кажется, что у нас этого нет. Может мы иначе себя оценим. Но так сказал великий из великих. В нас это есть. Поэтому, прежде чем раздувать конфликт, надо стараться его погасить. Надо сделать шаг назад. Человек, который сумел во время конфликта сделать шаг назад, приобретает огромную духовную силу. Ну и еще одно. Раби Нахума Черномыля написал в своей книге, что гнев, который разгорится в человеке во время добывания жизненных средств, приравнивает добытые средства к предметам идолопоклонства, из которых вообще запрещено извлекать выгоду. Перевожу еще на более простой язык. Если мы увидели, что в какой-то ситуации, в каком-то конфликте финансовом, в первую очередь, в нас разгорелся гнев, это значит средства, добытые в этом конфликте, являются для нас, ну, как бы сказать, не самым лучшим подарком. Поэтому написано, что в кабале, что если человек добудет деньги с помощью гнева и злости, в конце концов он потеряет их. Хорошо известно, что гнев вообще отрицательно сказывается на материальном положении человека. Написано так. Гневливость уменьшает деньги. Поэтому очевидно, что целесообразно даже пойти на определенные траты, определенные там, чтобы избежать конфликта, избежать гнева. Надо как-то вот, в этом мире надо искать неконфликтность, в этом мире надо искать другое, быть сыном Аарона. Вот Аарон везде искал мир. Написано, что огромная, огромная в нас вот будет заслуга, если мы сумеем принести мир или в дом, или в семью, или еще куда-то. Надо стараться избегать конфликтов, надо стараться уходить от них. И еще последнее, что хочу повторить. Человек, которого обидели и который не ответил, приобретает великую духовную силу. Бракха והצלחа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова